То есть, вы когда стираете, должно хорошо быть видно. Мастеру уже очень просто начинать быстрыми размашистыми движениями штриховать, в принципе, всю поверхность. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас тема, как правильно фиксировать эскиз губ. Сейчас я не буду говорить о том, как правильно его рисовать, это есть в другом видео. Как правильно фиксировать? Нам не нужна очень четкая, отдельно живущая линия на губах, то есть, когда идет яркая, тонкая линия, и здесь какой-то там цвет, который более бледный, либо даже, возможно, другой оттенок. Такую линию получают мастера, когда они единичкой или, допустим, тройкой, они берут и прям четко одним движением фиксируют вот эту линию, либо туда-сюда вот такими небольшими движениями. Есть риск уйти в этот момент на большую, чем нужно глубину. И когда пигмент лежит на большей глубине, он меняется. Это другой оттенок будет совершенно, чем вот на всей поверхности губ. Как фиксируем мы? Небольшими штрихами, во-первых, надо выровнять губу, то есть, каждый кусочек, на котором вы работаете, он должен быть прямым. Вы должны выровнять его пальцами, салфетками, ну, всех свое положение рук. Небольшими штрихами, примерно миллиметр-два, мы штрихуем. Это рядом лежащие штрихки, которые создают линию возле контура, ну, примерно где-то миллиметр-полтора от контура должно быть прокрашено мягко и довольно плотно. То есть, вы когда стираете, должно хорошо быть видно. Почему мы это делаем? Потому что потом мастеру уже очень просто начинать быстрыми размашистыми движениями штриховать, в принципе, всю поверхность. Получается, на каждом сантиметре губ должна быть линия, зафиксированная эскиза, примерно, ну, в толщину, наверное, фломастера, не единички-иголочки. Потому что, когда идет очень тонкая полоса по контуру, мастеру, чтобы прокрашивать всю остальную часть, нужно попасть рядом с этой линией. Это бывает сложно. И очень часто я вижу губы, у которых линия внешняя, вот, контура живет отдельно, сама собой. А на деле должно быть красиво, просто как у младенцев, должна быть такая плотно начинающаяся, однородная, от одинакового цвета, закрашенная поверхность губ и поверхность кожи. То есть, вот два цвета, которые имеют четкую границу. Вот это я считаю красивым, а когда идет яркая линия и цвет, это мне не нравится. Поэтому вы должны выровнять кусочек, на котором будете работать, пройти примерно, там, 20-30 штрихов, ну, довольно быстро у контура, выдвинуться еще дальше немножко. Получается, каждый блок ваш, ну, где-то миллиметров 5. То есть, 30 штрихов сделали быстро, выдвинулись на пару миллиметров еще 30 штрихов, на пару миллиметров еще 30 штрихов. Вы обязательно зафиксируете эту линию, ну, в отличие от одного такого единого движения. И эта линия будет плавная, с четкой границей, но вам будет очень просто потом начать прокрас. Как вы красите всю поверхность губ, это уже дело каждого мастера. Кто-то красит вглубь, кто-то красит параллельно контуру. Но начать от вот этой широкой линии будет очень просто, в отличие от тонкой. То есть, получается, ваша задача вот эти складочки распрямить, не натягивать прям очень сильно, а просто распрямить и мягко зафиксировать всю абсолютно линию контура губ вот такой полосой. Прокрашивать будет очень просто. То есть, дальнейший прокрас, это уже дело 20 минут. Еще когда мои мастера прокрашивают контур, я говорю им, после того, как они вот так плавно фиксируют линию контура, они тут же такими размашистыми штрихами повреждают всю кожу губ, выдвигаются дальше где-то на пару миллиметров, захватывая часть предыдущей линии и снова повреждают всю кожу губ, потом снова на пару миллиметров. Получается такой же, каждый блок накладывается на предыдущий и получается такая ровная сплошная линия. Иногда мастера делают вдоль, это ошибки, как не надо делать. Некоторые мастера совершают такое полукруглое движение на губах. И когда вот такие штрихи накладываются друг на друге, у них линия состоит из таких вот каких-то неровностей. Так делать не надо, нужно выровнять линию пальцами контура и совершать работу ровными штрихами. Если площадь большая, обычно она начинается в центральной части губ. Когда мы работаем в уголках губ, тут довольно сложно подобраться, надо ее чуть подвывернуть, чтобы она стала такая более объемная. И штрихи здесь, ну, может быть, миллиметра 2-3 в длину, потому что очень неудобное место. И чем ближе мы подбираемся к середине губы, тем более размашистым может быть штрих. Дело в том, что когда штрих короткий, он есть риск положить очень такой плотный конгломерат из пигмента. То есть лучший штрих, чтобы был максимально такой длинный, чтобы пигмент ложился мягко, чтобы эта линия состояла из такой плотной, но мягкой дымки. И все. И тогда очень, очень удобно будет прокрашивать всю поверхность.